Девушки отдыхают Стреляйте рябиной по прохожим Придумайте что-нибудь И что бы это значило? Это сидячая забастовка Мы так будем сидеть, пока ты с нами не пойдешь на улицу Нет, это забастовка, пока он с нами не пойдет на автоматы Кто сказал? Мы бастуем за мороженое Я в кино хотел Так, тихо Алло Казима Кауч, здрасте Рад вас слышать Нет, действительно рад Да Да, спасибо, сживает Не-не, приезжать не надо, я сам все привезу Да Да, понял Офисный центр, рядом с торговым центром Фабрика Все, я запомнил Да, буду Ну-ка в сторону, жабы, воду И что значит? Че сидим, кого ждем? Я в развлекательном центре могу и один сжечь Плесса! Субтитры сделал DimaTorzok Ну и цены, почти 0,5 вискария Ну или новые наушники Ну ладно, мы приехали веселиться, будем веселиться Что вы думаете насчет детской комнаты с лабиринтом? Круто! Владимир? Герой везде хорошо Поддерживаю Стоп, а я что там буду делать? Ну как что, у тебя есть прекрасная возможность Хорошо провести время и просмотреть за маленькими детьми Пока я буду заниматься делами А ты знаешь, что эксплуатация детского труда карается по закону? Так, стоп Слушай меня все внимательно В каждой семье главное что? Идти на компромисс Спрашиваю еще раз Что вы думаете насчет детской комнаты с лабиринтом и... Ста рубля? Пятьсот Вау, есть пятьдесят Триста Ладно, по рукам К каждому В час А вот это уже наглость Это компромисс Компромисс Пошли гномы Здрасте, красавица Имена детей запишите? Ага Сейчас Так, Владимир Евгений Евгения Записала А долго они доставляют? Ага Это надолго В общем так Если что-то очень серьезное произойдет Еще раз говорю Если что-то важное случится Позвонишь вот по этому номеру телефона Понятно? Только ничего не говори Держи А что делать? Ничего, дыши Я как-нибудь сориентируюсь Так Не помни Все, пока Ну ясно Ну привет Николай Зима Кауч Здрасте Принес? И да И нет Я пришел к вам с предложением От которого вы не сможете отказаться Ты русский язык понимаешь? Да Деньги где? Тут треть Что там? Да Лед принеси Зима Кауч Доктор сказал Вам нельзя холодного? Ты не мне Сейчас Казима Кауч Мой план решит все разногласия между нами Вы только выслушайте Вам точно понравится Я обещаю У тебя три минуты У нас в Рязани Грибы с глазами Они глядят А их едят Поцелуемся? Отдай На, подавись Че, больной что ли? В 2013 году был установлен запрет на курение в общественных местах А вот тут, внимание Более 45% Наших с вами соотечественников Понесли тяжелую утрату Любимую привычку Две с половиной минуты Не сложу короче Очень большое количество людей Готовы пойти на все Чтобы иметь простую возможность Спокойно покурить Я понимаю Те, кто работают на нижних этажах Они могут спокойно спуститься к крыльцу Перекурить А что делать тем, кто работает наверху? Я знаю ответ В запрете четко сказано Что курение в здании категорически запрещено Но На курение в местах общественного питания Запрет не распространяется Я предлагаю Оборудовать крышу бизнес-центра Виапи-курилкой Платной, естественно Снабдите ее шезлонгами, вытяжками, баром И деньги потекут к нам рекой Я все просчитал Дело в том, что Алло Ты почему мне звонишь И дышишь тропку? А я забыл Я же телефон посеял А видимо его кто-то нашел И позвонили по последнему набранному номеру На секунду Алло Да Вы нашли мой телефон А где? А да, понял Да, да, у детского центра Да, да, бегу Две минуты вернусь Осторожно Эй, телефон верни Ну вы ей Что случилось-то? В туалет хотим И все? Без меня не могли справиться? Они в разные не ходят Я не знал в какой их отвезти А дом вы как ходите? Вместе? Мы отворачиваемся Ладно, пошли Придумаем что-нибудь Давай, давай Быстрее, быстрее, быстрее Эй, эй, эй Куда? 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 Значит так Раз и навсегда Устанавливаем Гендерное табу Ты мальчик Идешь в туалет мужской Ты девочка Ты идешь в женский туалет Понятно? Мы по отдельности Никуда не пойдем Да никто не просит по отдельности Вот, держи Здесь Женя И здесь тоже Женя Вы все время будете на связи Понятно? Ну вперед Пока штаны не нафурышили Давай Ты сюда Ты сюда Женя, ты здесь? Ты меня слышишь? Женя Слышишь, слышишь Женя Он такой Сейчас Бежим И встречаемся в туалет Женя Почему ты молчишь? Женя Женя Ответь, пожалуйста Женя Почему ты молчишь? Женя Слышу, слышу, Женя Молчу, потому что план выполняю Фух Маленькую бросай майку Маленькую бросай майку Ай 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 Казин Макалыч Вам звонила ваша мама Просила передать, чтобы вы не опаздывали к Уждову Кстати, приятная женщина Ну я в хорошем смысле Я не то говорю Просто приятная Как автоответчик ты мне слишком дорого обходишься Значит, я подумал По поводу твоего предложения Мне нравится Ну правильно, что тут думать Крыша, это же вообще Датчиков задымления не установлено К нам деньги сразу в карманы поплывут О, опять ты Сейчас вернусь Алё, чёрт, вы гном Ну, что на этот раз? Сейчас увидишь Ну что? Успугались огромного суслика? Да какой суслик? Вот сюда, смотри Папочка, можно я буду пламенного с бантен? Он уцеляет огнём и всё взрывает Нет Тогда я буду джокером Джокером подходит Будь Спасибо, бабочка Ладно, я понял Сколько за троих? Четырдесят пятьдесят Ты пацаны, господи Слушай, дядя Илья Максимович Можно я пойду прошвырнусь? А то мелкие занятые, а? Ради бога, иди гуляй где хочешь Только из-за торгового центра не ногой Телефон мой верни Закрываем горячую линю Всё, я убежал Пока, колёсико Следи за детишками Пока, сладкая Крети Субтитры подогнал «Симон» 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 У нас, похоже, проблема, да? Что, если я так выгляжу, то всё? Значит, выравать обязательно буду? Тише давай! Слышь, командир Я если бы тебя что-то хотел спереть Ты бы и не заметил Кристин Макалыч Ну и где ты ходишь? Рыж его Кахрен Подожди СМЕХ Дорогой Садись за стол Угощайся Толик, привет! Ты что здесь делаешь? Почему ты один? Все здесь, да? А Илья тоже здесь? Можно я уже отвечу? Да, конечно, прости Здравствуйте Я вас ищу Все в игровой комнате Илья по делам Понятно Я здесь тоже по работе была Ну вы сейчас домой едете? Ну да, да, домой А что? Дядя Илья очень просил Чтоб вы нас домой отвезли Он сказал Я буду ей так благодарен Да, конечно Да, пойдем тогда за всеми, да? А они там А они там, пойдем туда Ну Илье я все-таки позвоню Привет Привет, герои Здорово Ничего себе, Джокер Ну поймутся Лид, спасибо тебе большое Что ты мою шайку-лейку забрала Только не надо было их кормить Я как раз собирался что-то сам приготовить Да? И что ж ты собирался приготовить? Вовочка уже все масло выпил Выпил масло? Ну не жалко, в принципе? А ты нам воды свари Ага Ее-то полно Так, как вы любите, да? Соленую Иди отсюда Хорошо, смотрите Это не он Это не он Так А ты кто? Уняшка-чек-тык Он говорит не по-нашему Мальчик А где Вовочка? Слышь, пацан, ты куда Вовку делаешь? Маленька, формахте моя Я все перепутаю Да нет, что ты Это не твоя вина Их же легко всех перепутать Они же на одно лицо, правда? Бегом в торговый центр Бегом И где нам его искать? Там откуда бегут люди Не успели Ну пошли Ты на лифте Хорошо, хорошо Так, значит, если что, мы его не знаем Уходим дворами Потом вытащим из-за стюрьмы Вовочка Вовочка А я тебе миллион раз говорил Не играть со спичками И Я понимаю Я осознаю Всего серьезной ситуации Я готов Там что, отремонтировать все, наверное? А ничего ремонтировать не нужно В смысле? Сын ваш Когда разбил кнопку пожарной сигнализации Привлек внимание охраны К настоящему пожару В соседнем бизнес-центре Герой просто Это он без меня Жесткая гражданская позиция Молодец Папочка А почему я когда нажал кнопочку Ничего не взорвалось? Я хотел, чтобы как в кино было Смешно Смешно Козима кауч? Алло, Илья Да Наш бизнес прогорел В смысле? В прямом смысле Я же просил вас подождать до завтра Слушай, ну я не мог терпеть до завтра Я курить хотел Вышел на крышу Попробовать А, и как? Ты оказался прав Здесь нет дымовых датчиков Зато есть Легко воспламеняющиеся материалы И камеры Хозяин Делового центра требует от меня Возмещения всех убытков Так что жду тебя с остатком долга Все Все, финита ля коммерция Финитала че? Коммерция Ну, и где этот маленький герой? Так вот он Какой же я маленький Мне семь лет Ишь ты Меня зовут Игорь Леонидович Я владелец этого скромного Двадцатиэтажного бизнес-центра Который вы спасли Очень приятно Илья Я хочу поблагодарить вас За подвиг, ребята Хорошо, что сигнализации Этих двух зданий Связаны между собой И мы вовремя отреагировали Оказывается У меня на крыше Нет датчиков задымления Мы в курсе В общем Я хотел отблагодарить вас Памятными подарками Ура! Подарки! 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 Но в рамках приличия, конечно же Пойдешь и рассчитаешься за все Спасибо большое Подожди А вот с этим мне что делать? Ну Ладно, а стойку информации отвезти Там наверняка куда-нибудь пристроят Подождите Давайте просто оставим Свой номер телефона Будут его искать Позвонят нам Он даже по-русски не говорит Ладно, где пять, там и шесть Разберемся Нет, ну я понимаю Я понимаю шмотки А почему нельзя было взять Машинки, приставку Еще что будет Да фига такое количество книг Объясни Люди перестают мыслить Как только перестают читать Понял Слышь, зацени, чувак Че? Короче, смотрите Это такие наушники Это такие наушники вообще офигенские Посмотрите Вообще класс, да? Ну-ка Ты где-нибудь такие видел? Я еле нашел Девчачьи Ты ничего не понимаешь вообще Да ты не знаешь, не говори Розовые для девчонок Да там, да там Я в горе Да там, да там Что он говорит Я думал, что он говорит Приехали мои мама и папа А вы их не пускайте Простите, пожалуйста Это я виновата Просто честное слово Ну не отличить В этом гриме Да, одно лицо Да нет Это наше Не знаю Это недоразумение Просто так произошло А ты представляешь Как мы удивились Когда увидели Что у нас вместо Вот этого Вот этот Один вот так А второй Другой же Правильно Да не благотвори нас Ты что Это же прям Ну все Все-таки Вот такое ощущение Как будто что-то забыли Да нет Другой же Субтитры сделал DimaTorzok